друзья одно время я вам сделал очень много фильмов которых рассказывал о главном мифе сейчас я сделал перерыв в этой теме и вот опять возобновляю эту тему для чего для того чтобы вы поняли что этот главный миф он в нашей с вами жизни является системообразующим мифом главный миф это программа это алгоритм по которому следует все человечество независимо ни от каких фактов ни от каких желаний ни от каких предубеждений или каких-то других убеждений или побуждений самое главное что главный миф он вылазит своими ушами и остальными членами он вылазит из каждой ситуации я напомню что такое главный миф главный миф это алгоритм материализации нашего мира смысл его этого алгоритма заложен в сказке по щучьему велению только в той сказке которая в исконном варианте преподносится в наших традициях в русских они в той сказке которые обрезанные на середине преподносится нам по телевизору и мы не понимаем смысла ее ну да какой-то имели поймал щуку она ему дала секретные слова и что он по деревне там разнес и что дальше то а вот оказывается смысл этой сказки в том что когда щука как представитель того самого потустороннего мира подводного мира где обитают русалки вход в которые через ту самую полынью через ту самую прорубь его когда емеля в этой проруби поймал эту самую щуку и она ему отдала эти самые секретные слова вот тогда у него началось восшествие на верхний престол на небо я не буду дальше говорить вы все знаете можете почитать эту сказку закончилась она тем что царь старый царь который жил на этой территории он посадил емелю и его супружницу или мать в разных вариантах там по-разному он посадил их в бочку и выкинул в океан там в этом океане они плавали плавали и потом емеля произнеся эти самые волшебные слова выпал вместе с бочкой и со своей женой матерью он выпал на остров белый остров буян где они и стали жить припеваючи построили новую жизнь так вот фишка то в том что раньше я в том числе тоже когда только разрабатывал теорию главного мифа я считал что остров буян белый только из-за того что это какой-то переносный смысл ну например самый главный переносный смысл который до нас дошел со всеми этими сказаниями это то что река та самая была она была молочной рекой рекой смыслов который обитал тот самый бог ра который программировал наш мир из которого появились вот в том числе и сказочные герои и мы с вами и даже виртуальное сообщество которое скоро к нам придет и в этом мире прилетела уточка или царевна лебедь если вам так как говорится ближе и она своими лапками сбила молочную реку до такой степени что молоко превратилось по разным версиям либо в творог либо в масло либо в какой-то вот такой продукт например сливки и вот на этом уже острове сливочном острове или масляно-творожном сформировался тот самый драгоценный белый город в котором и зажил тот самый емеля то есть получилось наше с вами суша в мировом океане на которой мы сегодня с вами и живем что хотел донести до нас сказитель он хотел донести до нас следующее что да существует вода какая-то мировой океан со своими какими-то там внутренними элементами жизни которые представлены в контексте молочной реки как например какие-то одноклеточные многоклеточные существа ну как какие-то существа и вот проходит какое-то время на эту воду воздействует ультразвук инфразвук другие звуковые волны различные то есть колебания вот этой уточки которая она совершает своими лапами там крыльями еще чем-то и вот эти звуки всевозможные звуки они сбивают морскую воду и те организмы которые там были живыми они постепенно отмирая ложатся на дно того океана в котором они жили вот этими белыми пластами белыми пластами а потом когда происходит воздействие более мощных резонирующих волн которые опять же от этой уточки происходят по всей нашей территории тогда совпадением этих резонансов получается супер резонансы в результате которых та твердь которая осела от живых организмов внизу выстреливают вверх в виде гор и таким образом на всех без исключения наших земных горах на всех вершины белые и эти вершины белые не просто так что на них там снег какой-то выпал нет не в этом смысл а в том что все минералы из которых состоят самые высокие вершины в мире состоят из остатков белых морских организмов то есть все что было на дне собралось и выстрелила вверх я сам читал научную статью где-то года три тому назад где геолог объяснял что горы сегодняшнего тибета и округи они появились всего за несколько секунд это был выстрел выстрел из глубины наверх поэтому вот они сегодня такие достаточно острые хотя вроде как вот недавние но там как-то все вот так вот он объяснял и это была действительно научная статья опубликованы в научном международном журнале от чего я конечно тогда обалдел вот единственное что она у меня не сохранилась она в другом компьютере который к сожалению у меня изъяли так вот проблема здесь в чем дело в том что существует на земле только одна фаза фаза вот этой молочной реки и в ней плавает жизнь какая то есть вода соленая пресной там фракциями это не важно потому что воды этой много разнообразной и вот в этой воде в разных ее фракциях плавают живые существа которые постоянно умирают вы наверное видели съемки с глубоководных аппаратов ну хотя бы 200 и более метров глубины когда уже камера показывает а там идет постоянный снег постоянный снег прям вот хлопья вот так идут 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 ну конечно не может быть прям совсем сплошным таким ковром но он достаточно плотный этот хлопиный такой знаете ли снегопад и вот эти хлопья это остатки живых организм они падают 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 и все дно усеяно только остатками живых организм совершенно другого нет и вот теперь мы давайте вспоминаем что такое живой организм это углерод и частично кальций поэтому когда мы берем углерод например то мы с вами понимаем что этот углерод преобразуется во что в известняк это как раз те самые белые организмы которые и опали туда вниз вот этот известняк белый камень он везде добывается вы все его увидели и из известняка состоят все горы все абсолютно вы всегда найдёте этот известняк и все эти белые острова про которые я всегда говорю белый горд белый остров который сделаны из него по молочным продуктам называется тремя способами если это сливки сливочный остров то этот остров всегда называется Крым – это Крем или непосредственно Кремль. Вот и все. Кремли, Крым – это белый остров, который обозначает в данной местности ту самую первородную сушу. Если это, например, масло имеется в виду вот этим мифом, то тогда возникает желтая, золотая или какая-то вот такая солнечная гора. Если это творог или какие-то белые другие вещества, то это Альпы, Альвы, Альбы, ну то есть это Белые горы, Белгород и другие названия, все которые как один. Главное, что этот процесс формирования суши, он совершенно недавний, поэтому все названия нашей суши, Белый дом даже в Америке, Все эти названия остались вот от этого акта сотворения нашей Белой земли. Даже Русь переводится как Белая земля, потому что Русь – это первая суша, которая сформировалась в океане. А потом остальные фрагменты суши стали прирастать уже к нашей территории, и мы стали им раздавать тот самый живительный цвет, свет цивилизации, которым они теперь и пользуются. Помните все эти вещи? Европа теперь – старый свет, Америка – новый свет. Это вот как раз из тех областей повествований все это сохраняется просто сегодня. Наука, она перебродила вся вот в этих знаниях до такой степени, что ставши алкоголиком, ученые теперь не понимают устройство мира вот с той стороны, с которой ее преподавали те, кто непосредственно видел, как появляется суша. Ну и наконец, что интересно, когда на известняк, известняковые породы, а других пород вообще нет в принципе у нас, ну отдельные минералы какие-то включаются, в том числе и железо, это другие песни, это, как говорится, включительные конкреции, которые дополняют там, или как-то изменяют, или для чего-то там сделаны. Помните, я вам излагал тему, что наша Земля и наша игра – это электрическая схема. Так вот, улучшить, увеличить, изменить, перенаправить, направить ту самую электрическую проводимость – это задача вот этих конкреций. То есть сделать из нашей Земли не просто такой вот, как говорится, торт плоский с одинаковыми свойствами, а чтобы свойства в разных местах поменять, и чтобы вся эта Земля ожила, будучи ставшей уже такой электрической схемой, которая функционирует и имеет вот из-за этих всех разветвлений свой внутренний, искусственный или естественный интеллект. Так же, кстати, и у человека. Так вот, дальше что интересно. Если мы берем, например, ту самую известняковую породу, подаем на нее ультра, инфра или какие-то другие специфические частоты, я не знаю этих частот, но там в разном смысле, в разном смысле подачи может появиться другой такой или иной результат, который нам нужен или не нужен. А если знать эти частоты, то получим заблаговременно известный результат. Не важно, самое главное, что под воздействием частот, мощных достаточно частот, известняк при соленой воде, который выступает как бы ускорителем, включителем этой самой реакции, известняк преобразуется в другие породы, которые мы тоже с вами знаем, которые вы наверняка уже назвали мне в эфир. Мол, типа не только известняки, но вот еще и граниты и мраморы. Вот граниты и мраморы – это производные известняка, которые произошли вот такой метаморфозой. Там есть специальный какой-то термин. Посмотрите, если хотите, в той же Википедии там все это написано. И самое главное, что вот эти мраморы и граниты формируются из известняка теми самыми путями, которые я вам назвал. Поэтому горы, когда они поднимаются и выстреливают, то ими руководят два процесса. Первый – это трансформация живого организма в известняк, гранит или мрамор. А второй процесс – это та самая кематика, которой руководят волны звуковые. И под этими волнами звуковыми, когда собирается различный элемент резонанса, все вот эти механические вещи начинают выстраиваться в определенные конкреции. И эти конкреции выстреливают туда уже наверх, на сушу. И появляется, собственно, суша над той водой. К чему я это все вам так долго разжел? К тому, что на Земле все существует в едином, в едином варианте. Есть живое тело, живое тело, из которого остатки выпадают в воду, где происходят определенные известные реакции, и из этих остатков формируется суша. Поэтому наша Земля состоит из человеков, из людей, из биологических объектов, умерших, которые умерли, которые насобирали в своих организмах вот эту материю, которая после их смерти стала Землей, то есть планетой Земля. И вот теперь мы на ней и живем. И наша Земля растет за счет нас. А как образуются эти самые элементы, вот та же известь, углерод, как они образуются в нашем организме, для этого тоже существует известное определение. Оно называется холодный синтез. Это ерунда, как говорится в кавычках, конечно, идет и в растениях, когда они, например, в гидропонике при одной только в воде умудряются выстраивать и получать у себя в своих этих стволовых телах все любые, которые им необходимы, химические элементы. Вот такая система называется холодным синтезом, когда из одного элемента формируются любые другие элементы. И здесь никакого чуда нет, потому что вы знаете, что атомы, если даже эту теорию принимать, они все устроены по одной теории. Есть какое-то центральное тело, вокруг него есть какие-то орбиты, они навязаны как клубком вот так из нити. И если вы эту нить будете по-разному каким-то образом навязывать на это центральное тело, вы получите различные по размеру и по качеству клубки. Вот вам и холодный синтез. Здесь он очень прост, и вот такой синтез у нас отчасти происходит в наших телах. Когда же мы питаемся другими организмами, ну там мясо, растительные продукты, то мы вместо синтеза облегчаем себе определенную жизнь за счет того, что мы забираем уже готовые продукты, готовые элементы и просто встраиваем их в наше тело. Мы облегчаем себе формирование этой самой жизни. Но смысл окончания ее все равно такой же. Когда человек или другое живое существо умирает, он превращается в саму нашу землю. И земля растет и формируется от тел человека и всей остальной биоты. И даже в костях тот кальций, который еще остается как массовый элемент вот этой всей биотической жизни, он тоже формируется на нашей земле в определенные конкреции. Помните, я вам давал такой фильм про то, что есть версии, что наша пустыня формируется из определенных погибших, уже умерших людей. Так вот, это второй путь переработки человеческих тел и других биотических структур, когда остатки кальция и других каких-то подобных ему минералов, они идут уже в другие, как говорится, закрома. И из них происходят те самые пустыни и пески и различные фракции различного состава. Но вот эти кальцинированные все системы, это как раз уже остатки человека, которые, ну как бы, не то что не очень нужны, но просто для других целей. А в основном наша земля растет по биологическому углероду, который формируется из наших тел. Вот это я вам и хотел сказать. И главный миф говорит именно об этом, что наша земля состоит из наших с вами остатков тел. Формируя свою жизнь, живя, формируя свои организмы, мы все время поддерживаем состояние нашей земли в том состоянии, в котором она существует. Вот это и есть главный миф. Он и говорит о том, как сформировалась земля в прямом смысле из наших тел, и как она сформировалась и проживает всю эту дальнейшую жизнь, и что нам со всем этим делать, когда мы приходим к пониманию этого процесса. Ну и естественно в этом процессе есть свои религиозные деятели. Они называются по-современному альпинистами, и у них вот эта религия, альпинизм, который называется, это действительно религия, потому что они пытаются залезть на эту белую гору из главного мифа, молочную гору, и там умереть. Почему они оставляют своих друзей и родных там, на этих горах-то? Почему не вывозят? Не из того, что это все дорого или что-то. Вы представляете, вот там, где идут какие-то боевые действия, там еще дороже цена вывоза каких-то своих погибших людей, там в принципе она может стоить жизни всем, кто выносит их с поля боя, но ничего же, выносят. А тут с горы, видите, спустить не могут кого-то там, кто, в общем, задохнулся на веревочке, там наишачке, на ком-то. Ну, понимаете, смысл-то просто другой, люди рвутся туда в горы, пытаясь там умереть для того, чтобы присоседиться к этому главному мифу, чтобы считать, что да, действительно, они поняли суть Бога, они с этой вершины увидели всю нашу с вами землю, и якобы вот это и есть правда жизни. Нет, правда жизни не в этом. Правда жизни в том, что род человека должен не прекращаться, не заменяться никакими другими машинами, роботами, еще кем-то, китайцами, какими-то, еще кем-то, потому что, потому что, не дай Бог, человеческий род, белый человеческий род прервется, и нашей с вами земле наступит, извините за выражение, кирдык. Поэтому мы ее должны холить и лелеять, а не просто лазить по ее вершинам, которые сами по себе никакой ценности никогда не представляли и не представляют. Альпинизм – это утопизм. Этот человек пытается доказать, что вот он такой отважный, скрываясь от нужд настоящей цивилизации, где-то там далеко, где его никто не достанет. Я, конечно, не говорю ничего плохого об альпинизме, это дело каждого, всякого, кто чем хочет, тот тем и занимается, но в масштабах всей мировой системы, всей Земли, это, извините, не совсем правое, правильное дело. Лучше все-таки жить здесь, сейчас и делать свой трудовой такой взнос в развитие нашей планеты на своем месте. А познание, география, ну это немножко такое из области развлечений. В выходные дни, в отпуск, вперед на всех порах.